Когда героини этой удивительной истории появились на свет, их мать решила, что это кара, кара Господня за то, что нагуляла детей на стороне. Дейзи и Виолетта родились в британском городе Брайтоне в 1908 году. Их мать, Кейт Скиннер, работала официанткой в пабе и рожала их прямо на рабочем месте. Когда выяснилось, что новорожденные сиамские близнецы, сросшиеся в области бедер, Кейт от ужаса чуть не потеряла сознание. Зато владелица паба Мэри Хилтон, наоборот, возликовала. Нравам английской глубинки начала XX века, конечно, можно ужаснуться, но госпожа Хилтон, прикинув, что на сиамских близнецах можно реально заработать, тут же предложила несчастной мамаше выкупить у нее уродцев. И, что вы думаете, та сразу же согласилась. Вот так началась нелегкая и в то же время яркая жизнь Дейзи и Виолетта Хилтон, самых знаменитых сиамских близнецов 30-х годов прошлого века. Дейзи и Виолетта, выкупленные мисс Хилтон, получили фамилию приемной матери, и уже с трехлетнего возраста они стали выступать перед публикой. Новая мама, не теряя времени, приняла сделать на них деньги. В те времена были очень популярны шоу уродов, в которых выступали люди с врожденными физическими отклонениями, и симпатичные сиамские близняшки сразу же стали там звездами. О том, чтобы разделить девочек хирургическим путем, миссис Хилтон и слышать не хотела, тем более, что врачи боялись, что в этом случае одна из них обязательно погибнет. Много позже в автобиографии, написанной в 1942 году, сестры назвали Мэри Хилтон женщиной властной и жесткой. Она наказывала их за малейшую провинность, требуя абсолютного подчинения. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что именно Мэри Хилтон дала девочкам неплохое образование и отдельно оплатила услуги педагогов, научивших Дейзи и Виолетт петь и играть на разных музыкальных инструментах. В этом обе достигли определенных высот. На сцене девочки походили на сидящих рядом прелестных живых куколок. У обеих светлые кудряшки на головах, милые платьица, бантики на туфельках. Публика умилялась, глядя, как эти куколки исполняют дуэты на пианино и скрипке. Их выступления в Великобритании и Германии собирали толпы зрителей, а вот в Австралии шоу публике не понравилось. Но именно там, именно там родная дочь Мэри Хилтон, которую звали Эдит, нашла себе мужа. Господин Майер оказался прирожденным импрессарио и активно включился в процесс эксплуатации талантливых близнецов. Именно он предложил повезти девочек в Америку. В Америку, где на них можно сделать настоящие деньги, как он сказал. Но попасть в Америку оказалось не так-то просто. Власти США долго отказывались семье во въезде на том основании, что приемные дочери физически неполноценны. Однако Мэри Хилтон устроила шумиху в прессе, и визы, наконец, были получены. А игра и вправду стоила свеч. В Америке выступления близнецов произвели сенсацию. С грандиозным успехом сестры Хилтон гастролировали по всей стране, зарабатывая приемной мамашей и ее семейству по пять тысяч долларов в неделю. В тридцатые-то годы. Это огромная сумма по тем временам. Когда Мэри Хилтон умерла, легче не стало. Всю власть над девочками захватили дочь покойной Эдит и ее австралийский муж. Чуть что они грозили двойняшкам, что отправят их в приют для неполноценных детей. Девочки сидели в заперти, на улицу выходить запрещали им. Кто же станет платить деньги за шоу, если на близняшек можно посмотреть бесплатно? Однако полностью изолировать Дейзи и Вайлет от общества их хозяевам не удалось. Сестры волей-неволей были связаны с миром шоу-бизнеса и выступали на сцене вместе с другими актерами. Их лучшим другом стал всемирно известный элезионист Гарри Гудини. Вот он-то однажды и подал мысль юным звездам развестись со своими хозяевами через суд. В ту пору девушки уже достигли совершеннолетия, им исполнилось по 23 года. Подробности их жизни настолько потрясли адвоката, что тот немедленно взялся за дело и выиграл его в суде. Дочь Мэри Хилтон заставили выплатить сестрам компенсацию в 100 тысяч долларов. Близняшки получили долгожданную свободу, гражданство США, деньги, чтобы начать новую жизнь. И вот тут, тут их понесло. Прочь одинаковые платья и белокурые локоны. Сестры оделись по последней моде, каждый на свой лад, подстригли и перекрасили волосы. Начали, извините, пить, курить и развлекаться на вечеринках. Их жизнь стала предметом бесконечных светских сплетен, что увеличивало популярность актрисы и приносило им неплохие деньги. Ходили слухи о том, что девушки заводят романы то с одним, то с другим. Правда, подробности этих романов публике не сообщали. Но в прессе писали, что в шикарных апартаментах сестер установлено подобие телефонной будки, которая обеспечила им возможность заниматься сексом с поклонниками, не мешая друг дружке. Пока одна, закрывшись в этой будке, стонала от наслаждения, вторая, по другую сторону двери, спокойно красила ногти или читала журнал. И вы знаете, обе сестры даже умудрились по очереди выйти замуж. И каждый раз со скандалом. Один из таких скандалов стоил сестрам Хилтон карьеры. Когда в конце 30-х годов Валет снова собралась замуж, менеджер-сестер Терри Тернер развернул целую рекламную кампанию, рассказывая о любви Виолетты и танцора Джеймса Мура. Свадьба состоялась на новом, только что открытом стадионе в Далласе. Но через две недели пара развелась, и невеста признала, что Мур – гомосексуалист. А свадьбу они сыграли только, чтобы развлечь публику. Американцы не простили сестрам Хилтон такого обмана. Их популярность после этого начала стремительно падать. Впрочем, и время работало против них. Близняшки, увы, старели. Теперь они были практически, ну, так скажем, непривлекательными женщинами средних лет, которые хорошо поют. Их физическая неполноценность уже не будоражила воображение зрителей так, как раньше. Кроме того, разгульный образ жизни стоил весьма дорого, и отложить что-то на черный день им не удалось. В 1951 году сестры попытались вернуть интерес к себе, снявшись в фильме «Навеки связанные». По сюжету это была трагическая история сиамских сестер, одна из которых убила возлюбленного сестры, и суд должен был решить, как поступить с преступницей, ведь получалось, что вместе с убийцей в тюрьму должна была сесть и вторая сестра, невинная. Вайлайт и Дейзи вложили в этот фильм все свои сбережения, однако он провалился в прокате с треском. Была надежда, что лента принесет хоть какие-то деньги, если ее показывать в автокинотеатрах по всей стране. В 1961 году в таком кинотеатре в Северной Каролине этот фильм показали в последний раз. Менеджер сестер просто сбежал со всей выручкой, бросив их одних и без денег. Но, к счастью, мир не без добрых людей. Владелец бокалейного магазина в местном городке Шарлотт взял бывших звезд шоу-бизнеса к себе на работу. Теперь сестры жили в трейлере и стояли за прилавком, продавая картофельные чипсы. Возможно, в их душах еще теплило с надеждой вернуть былую славу. Каждый день они приходили на работу одеты и накрашены, так, как будто собирались выступить на сцене. Но чудо не произошло. Накануне нового 1969 года Дэйзи свалил гонконгский гриб. В первых числах января она умерла, а через пару дней вслед за ней в мир иной отправилась и Виолетта. Их навеки связанные тела были обнаружены полицией после того, как хозяин магазина встревожился, что его продавщицы уже несколько дней не приходят на работу. Сестер похоронили, как они и завещали, в одном гробу. Место на кладбище оплатили благотворители. Вот так, не по-голливудски, закончилась история сестер Хилтон, которые в первой половине прошлого века были знамениты похлеще нынешних Хилтон. А пели они действительно неплохо. Нам удалось найти запись их выступления.